Турнирная сетка Трамп 11 Но финал-то всегда отдельная история Тут отдельная специфика Нужно уметь играть такие матчи Мы вернемся в прямой эфир Через некоторое время А пока коммерческая пауза Итак, начинается Вторая решающая сессия Финала Турнир называется Players Championship Из серии Горол Играют Джад Трамп и Янь Бин Тао Предыдущие четыре встречи Завершились безоговорочными победами Джада Трампа Один раз счет был 6-1 Два раза 5-1 И еще один результат 4-0 Три фрейма всего Выиграл за четыре матча Янь Но сегодня Счет после первой сессии 6-2 Позиции в рейтинге Мы видели Трамп и заговорочный лидер Он им будет Еще на протяжении довольно Продолжительного времени Что касается Бин Тао То он вернется в топ-16 Мы видели, что была у него лучшая Позиция 15-я Он уже гарантирует себе Завтрашнего дня 16-ю строчку Если сегодня совершит чудо То будет 13-м Но Вряд ли кто-то в это поверит При счете 6-2 В пользу Джада Трампа Тем не менее Янь Уже Плотно он закрепился В роли одного из лидеров Китайского снукера По рейтингу он уступает Дино Но я думаю, что сейчас по игре Вот именно по игре Янь Бин Тао Это лидер китайского снукера Последние результаты Это подтверждают Большое количество Успешных турниров За плечами Яня Вот именно С начала календарного года Есть уже и победа В этом сезоне Ну, потрясающий сезон Проводит Янь И давайте Погружаться с головой В эту атмосферу Английский Саутпорт Публика довольна Мест свободных нет И ждем появления Финалистов Первый появляется Янь Бин Тао Все привычно Игрок с более низким рейтингом Он представляется первым Третий финал рейтингового турнира В карьере этого молодого Китайского игрока Ему Две недели назад Дата исполнилось 20 лет Молодец Янь тут Доволен Хорошее у него настроение Просит поддержки Его на публике Молодец Не унывает Даже несмотря на то Что сложная ситуация в матче Возможно он где-то И смирился с ней С тем Что выиграть сегодня Не удастся Ну, вот может быть Вот этот Настрой Вот такая раскрепощенность Ему позволят Сейчас продемонстрировать Красивую игру Но Даджат Трамп Сосредоточен Предельно сконцентрирован Лидер мирового снукера И по рейтингу И по игре 25-й финал В карьере 15 выигранных 9 проигранных Но при этом Серия грандиозная Сейчас у Джада 7 последних рейтинговых финалов Он выиграл И нацелен на 8-й И на 5-й в сезоне Начинается решающая сессия Финального матча Плеер чемпионшип Нечетные партии Начинает Джад Трамп Он лидирует Ведется С счетом 6-2 Статистика такая Официальная статистика По первой сессии Результативность 88 на 87 В пользу Джада Отыгрыши одинаково По 85% Лучшая серия У Джада 122 очка А у Бинтау 95 В дальних ударах У Джада Всего 44% Показатель А у Бинтау 71% И вот дальний удар Не точен И Правда Ничего не подставил Ну вот По статистике Не так плохо Выглядит Янь По сравнению С Джадом Ну Были у него Очень важные Очень грубые ошибки Ценой во фрейм На активный удар Пошел Сжат Красный Пришли в движение Биток правда Оказался За болгерной линией И практически Вслед за ним Проследовал Один из красных шаров Его для отыгрыша Может использовать Янь Нижний винт Приложить И Двиток может остаться За болгерной линией Это вроде бы Самый Естественный удар В этой позиции Два фрейма Что называется От себя Проиграл Янь Самый первый фрейм Где Джаду нужен был Снукер Там Ну бывает Через снукер Спасают Фрейм Но там Очень неотмотрительно Сыграл Янь Он не просто фол допустил Но и свободный шар Это и позволило Джаду выиграть партию Ну и еще один фрейм Где Небольшой был перевес 10 очков 12 12 очков Был перевес У Яня И 4 Красных У черного борта И он вдруг Одним ударом Решил активизировать позицию Да так активизировал Что Один шар Прямо у луза поставил Еще два Открылись Но один был у борта Черного Ну и в общем Собрал Все Джад выиграл Фрейм Вот Два фрейма Ну представляете Как важно Два фрейма Значит Ну пусть даже один бы выиграл Тоже не 6-2 А 5-3 Ну даже первая полсессия То на 1-3 ушел Янь А МОП Вообще даже И 3-1 везти Ну 2-2 То точно Должно было быть Ошибся Джад Вот Игроши Надеется Попасть тонко Ничего страшного Так бывает Левый скален Маркер Все Должно поправки Почему мы называем Маркер Ссылаются на Пушкина Даже И второй раз Не попал Ну что ж А сейчас Уже ситуация Накаляется Во времена Во времена Пушкина Другие были Представления И Маркером Называли В общем-то Совсем Не того Человека Который следит За счетом В матче В общем-то Здесь Поверьте В Снокере Есть рефери И маркер Маркер Здесь есть шары В прямой видимости Поэтому сейчас Последует Предупреждение Если Здесь Слава Не забудет Конечно Предупреждение О том Что В случае Третьего промаха Будет Присуждено Поражение Во фрейме Ну что Успел Сделать Текст Текст Соответствующий Джат Услышал Кивнул Все понял Все он знает Не хотелось бы Никаких подарков Наверное Делать Сопернику Поэтому Ну что По другой Схеме Будет играть Джат Нет Он верен себе Но теперь Туш Надо наверняка Играть Да Пусть Даже Толще Ну вот Получилось Ну вот Не знаю Конечно Это лучше Чем одним ударом Отдать Фрейм Но Все таки Отдал Атаку Тут даже На черный Выход И скорее всего На черный Последует Выход Розовый Пока Не проходит В левый угол Но действительно Сделан Выход На самый дорогой Цветной Его отметка Свободна И пока Только Путь Черному Будет Открыт В левый Угол Ну Позиция Хорошая Расследоточена Красная Не хватает Синего На месте Ну А вопрос С Розовым Постепенно Будет Решаться Он бы Нужен Чтоб Больше Вариантов Атаки Было В таком Случа Я не Б Сейчас С нижними Красными Поработать Вот он Сделал Выход На четвертый Снизу Шар И может Получиться Кэнон С красным Пониже И тогда Выход На черный В левый Угол Все 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 Именно И Спланировано И Так И Должно Произойти Нижний 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 Разные Варианты Возьм 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 черный не проходит так то конечно правую через борт выход аккуратный вот пошла игра и все пока через черный еще несколько раз именно так и будет играть я не ведь других цветных пока его в его распоряжении нет красный хорошо расположен общем тут позиция много обещающие для интереса могли бы идти там дать 5 красных черных будет но тут почему в статистике мало почему и с титров задерживаться что титровальцы сейчас на другой канал работает это же серия коралл тут и с телевизионными правами все не так как обычно самое досадное в этом плане то что в прошлом году вот этот последний турнир серии коралл был вне показан на нашем канале на матче то там были прекрасные и вообще там встречи уже все абсолютно встречи две сессии проводятся там они длинного формата если правильно помню там до 9 побед там финал по моему до 13 до 13 побед и состав был грандиозный год назад но и в этом сезоне он тоже будет все и трамп селби робертсон но все лучшие игроки мёрфи все лучшие игроки и мира и сезона в частности 48 очков серия я не то есть шесть красных шесть черных вот он его текущий подход но тут по-разному можно играть и на резки в правый угол правда это не очень удобно там розовый мешает тогда в левый такую позицию за ним биток новых это соответственно уже не на черный может сейчас синий вернет я не а может быть зеленый сыграет тут уже и розовый можно будет подключать поэтому уже там нет синего на своей отметке как-то уже не вспоминается на все таки синий пока продолжит там находиться в компании дешевых цветных но это уже не такой актуальный вопрос выход теперь на черный возможен через правый борт серию прекрасно ведет я не сразу же начинает он вечернюю сессию с полусотенного брейка чуть-чуть должна быть смещена отметка фреймбола все это связано с тем что 8 штрафных очков в самом начале получил я не ну совсем незначительно она должна быть смещена вот сейчас на столе 7 красных это 83 очка так уже может фреймбол наступил при таком наборе но после следующего красного хотя даже сейчас уже после этого удара снуки понадобится джаду то есть серия оказалась победной но мы следим за серией дальше она не просто может стать трехзначный не просто пока еще это серия может стать лучшей на турнире приз за лучшую серию 10000 фунтов но главный претендент на нее нил робертсон у него был прыг величиной 140 очков но у я не есть все шансы превзойти это достижение он идет на 143 очка плохой красный правда появился вот после этого удара сотни и без него может состояться но мы же все-таки заинтересованы в том чтобы была крупная серия за 140 очков но к сожалению даже трехзначный не стало удалось подтянуться в счете я нею и второй фрейм подряд он выиграл он выиграл вечерний стартовый фрейм вот сейчас ну и заключительный фрейм дневной сессии остался за игроком из китая пока придержим все вот эти высказывания касающиеся обострения борьбы все-таки еще три фрейма отставания это много но если вот эту полу сессию выиграет я не именно выиграет тогда уже станет интереснее всем нам кросс дабл может в исполнить джад для тебя он станет атаковать если бы был открыт черный мог и в атаку пойти я не он и так то размышляет об атаке у него хороший дальний удар действительно его угрозное оружие но может вовремя и отыграться тут по отыгрышу не дорезал на это более грамотный был удар вот и джад может по правой стороне может на левом красном отыграться даже в этом матче вот по 8 по 8 фреймам у бинтау 71 процент дальних ударах это показатель очень хороший а у джада 44 процента джада в последних матчах как-то дальний удар не помогает ему много ошибок и вот этот тот компонент который пожалуй не назвать его слабой стороной да все таки у трампа хороший дальний удар но последних именно матча последних турнирах он подводит порой был лишний день у джада на отдых это вот уже когда вторая часть сезона любой выходной должен идти на пользу вряд ли тут выбиваешься из ритма три матча до 6 побед в течение недели это нельзя назвать такой серьезной нагрузкой но последний матч джада был очень эмоциональный встреча с магуайром получилось запоминающийся и трамп вытащил эту игру со счета 3 5 провел потрясающий клиренс он в решающем фрейме сам он назвал эту серию лучшей в своей карьере но там не клиренс там он черный шар последний не стал играть но серия 70 очков было действительно потрясающий есть возможность по правой стороне осуществить проводку в этой позиции черный открылся но занимает он неудачно очень позицию его ввести в комбинацию не получится если пол если кто-то атаку сейчас поведет но тут не до атаки тут найти бы отыгрыш хорошая позиция для этого очень сложная тонкий кроссдабл и нет и повторное столкновение но что есть у джада мы есть есть играет левую среднюю джад и и перелезает таком на таком несложном шаре ошибается трамп нельзя назвать трудным он как тут с выходом биток то не очень энергично движется не очень хороший выход обращает наше внимание на какой шар получается 6 снизу чуть выше и левее черного расположена нет играет второй слева и может быть просто отыгрыш и этот атака но не не попал попал все в порядке ну теперь прокат вперед и шар правее розового только это по моему вариант ну важно было очень точно поставить биток с этой задачей справился я не тут сложнее намного вести серию чем предыдущем фрейме а здесь важно точность выходов не очень представляю как сейчас будет выходить я не ой ой молодец через шары правда но можно играть розовый а дальше откуда дальше дальше некуда а на сильный удар идти чтобы вернуть биток через дальний борт но это удар через шары он на дот игрыш он уже думает играет не розовый а отыгрывается и попытка поставить снукер за зеленый не удалось все таки спрятать белый шар отыгрыш у джада есть по правой стороне вот и джад пытался поставить снукер ну что ж хороший очень хороший удар виден только левый шар скорее всего он виден но кросс дабл на нем не выполнишь там нижний шар можно в него попасть от группы можно отыграться но это надо очень точно попасть битком между левой лузой и вторым слева красным а это задачка то непростая но представим если вы просто надо было отыграться тонкая 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 тут не так тонкая вот но и не толстая ошибся но решение было другое попасть по правой стороне левого красного а решение оригинальное надо сказать но подвело исполнение но еще ближе ну вот и теперь будет предупреждение и я не надо не допустить ошибки такое было уже предупреждение сделано вынесено трампу но он играл по прежней схеме и попал как поступит ментал но можно в тот же шар попадать толще ну что там будет такого опасного даже подкатывать к этому красному нижний винт будет уводить биток ну не так все плохо да даже вверх и красный не играется но с этого ракурса кажется что все таки можно этот шар сыграть но биток у борта потом он идет в розовый поэтому джад просто отыгрывается тихонько аккуратно чтоб к левой лузе не выжил ни один из красных виден правый шар для отыгрыша и я не если вот он примерно в эту же точку приведет биток уже проводки по правой стороне не будет у трампа ну а так есть проводка вот второй справа красный да слишком уж влево пошел меток сложна позиция опасается джад что из этой группы красный клеевой лузе подойдет никаких маскировок не будет если вдруг действительно шар придет к левой лузе биток то будет где то в районе ну где биток будет тут можно можно регулировать можно на левую половину стола переводить можно и на правую в зависимости от контакта с красным а вы знаете я допускаю что это расчетный вариант джада ну предполагаю что он так долго изучал как нам пойдут шары будет опасно или нет он допускал что может пойти шар в лузу и вот досадно для джада то что синий больше прижался к борту так это был уверенный шар для продолжения атаки а тут приходится играть желтый и дальний красный позиция при этом преобразилась вот сейчас стоит забить и сделать выход да забил наконец-таки дальний удар прошел зеленый зеленый вот он шар для продолжения и возврат ну там есть уголок и можно как раз приближать биток красным сложно начинается эта серия как-то слабо покатился биток но играет 3 справа красный играется может быть шар левее розового даже вот по да это способствует тому что розовый ой сложно начинается вечерняя сессия для джада у я не есть шар и биток проходит между красными выход на розовый может получиться чуть-чуть не дорезал я не но все-таки упал красные шара розовый есть его распоряжение могло плохо получиться если бы прислонился биток к розовому этого касания по идее не должно было быть но все-таки выход состоялся и ну что в левый угол теперь черный слева направо можно сыграть вот сейчас сыграть центральный в этом ракурсе красный выйти на черный в правый угол по другому пути идет бинтао позиция сложна вот еще есть два хороших красных а дальше уже нужны преобразования существенные две троечки плохо расположены может быть удастся вообще так подумать над план там нижнюю тройку вот так вот с ней попытаться разобраться пока выход на правый шар этот сэндвич попасть бы и шанс левый лузы будет какой же угол на розовом можно ли тут попытаться подбивать в левую тройку понятно нет углу минимальный на розовом может быть вот еще раз плант удастся выстроить ну это очень плохой вариант это конец брейка и сейчас надо будет отыгрываться еще один сложный фрейм один такой был первые сессии этот фрейм проиграл я не одним плохим ударом сейчас у него перевес 27 очков розыгрыш 75 вся игра впереди расчетливый удар джада довольно сильный и прям в лоб он мышленно играл хорошо получилось ой я не тут не попал вообще начудил так а тут виден ли левый красный проверить надо из этой позиции предлагает сыграть джад ну не точно тут не точный удар все таки из этой четверки правый шар его можно срезать не обязательно конечно такой удар проводить и трамп отказывается от атаки но тем не менее мы фиксируем что не точно сыграл бинтау а вот джад спрятаться ли биток за зеленым но нет шар виден и не один ну тут дистанция удара близость битка к борту тем не менее мы помним о прекрасном дальнем ударе и я не и сейчас вы посмотрите как уже он хорош при выполнении дальних ударов а любую возможность готов он конвертировать забитый шар но но опять сложно тут может быть получится правый шар достать ничего не пытался подыграть на играть я надавал не годится угол поужина да так что вот игрушну перевес не увеличил извините тридцать одну очку перевес я не давайте может быть то трамп сейчас будет атаковать позиция плохая но так может быть красный один удастся забить затем поставить снукер ну посмотрим посмотрим какое решение примет джад не очень опять не очень сыграет джад еще один красный шар имеет возможность сыграть бинтао и еще больше оторваться в счете в этом фрейме а вот теперь с желтого с желтого приближать биток к красным нет все таки выбран зеленый но тогда двух бортов левой тройки там есть идущие шары на сложной резке мы на плавку потихонечку потихонечку приближается к победе в партии от 1 красный с черном сыграл теперь другой и красный зеленым Перевес подрос А количество очков на столе уменьшается И Джат вынужден от левой пары отыграться Снова опасный шар И опять, вот посмотрите Опять ошибается уже в третий раз подряд Джат Трамп Три подряд ошибки в отыгрышах И Вот теперь Бинтау может рассчитывать даже на победу во фрейме У него хороший перевес и два хороших красных Снова дальний удар прошел Там даже не только правый шар я имел ввиду А вот в этой троечке Вот над коричневым он проходит И сейчас на него выход Просится 51 очков розыгрыша 43 на столе Так что вот уже сейчас фреймбол И второй фрейм этой сессии Берет Янь Уже не такая безнадежная ситуация Минус два всего Неудачное начало Вечернего отрезка Для Джады Напротив идеальный старт Для Яня Завидит, что не так легко Но два снука Когда нужно Джаду Можно, конечно Выйти к столу И, наверное, надо Надо выходить Не даже не дернулся Ну и для решения такой Чем мучиться здесь И шансов мало Лучше Хорошо бросить следующий фрейм На это рассчитывает Джад Для себя сделал Янь Бентау И, в принципе, для всех нас Наверное, не хотелось бы получить Финал такой проходной Не всегда Финал это лучший матч на турнире Далеко не всегда Но вот именно в титульных встречах Хочется видеть Лучше и по качеству И по содержанию И по сюжету Первый финал Серии Финал на World Grand Prix Тоже казалось, что он Так легко Пройдет Тогда играли Робертсон и Дот И абсолютно Прекрасно действовал Австралиец Пять сотен он в итоге сделал В том финале И еще там был Там, по-моему, то ли 8-5 То ли 9-5 Ну, казалось, что, в общем Так убедительным будет Итоговым Итоговый результат Но вместо этого Дот выдал серию Под занавес И вообще В состоянии тревоги Он поверг Робертсона Еще было там Все не очевидно Все-таки 10-8 Тогда выиграл Нил Робертсон А тут Трамп Демонстрирует Хороший отыгрыш Вот в прошлой партии Он Допустил Три подряд ошибки Сейчас два подряд Хороших отыгрышей Начальные удары И сейчас Нижний шар хоть и играется Но вряд ли пойдет В такую Достаточно азартную атаку Джат Может от группы отыграться Вроде бы это выглядит Полне уместно Но он смотрит Именно на нижний шар Англичанин И он его атакует Все-таки Действительно Шар сложный Но Шар Удалось забить Выход Правда Сделать Не получилось И вообще Тут видно ли что-нибудь Виден ли розовый Виден ли зеленый Может быть Или краешек синего Заказан Синий шар Выбрался из этой ситуации Трамп Все-таки Ему виден Синий шар Закрыта проводка По правой стороне Но Янь пытается Все-таки Отыграться Именно От группы Точнее От красного Которая Чуть ниже розового Устоял Желтый шар Так что Фола нет Да Дело принимает Серьезный оборот Такой джат И не попадает Ну Теперь Левый шар Может играть Бинтао И Пожалуй Это Реальный удар Дальний удар Очень хорош У Яня Даже в предыдущем Фрейме Он пару раз Провел Точные удары Из-за блокерной Линии Но тот выручит Если даже выход На розовый Не состоится Выручит Положение Желтого Да Действительно Точен Янь Розовый Далеко Желтый Желтый Виден ли Желтый Сейчас Янь Уберет головы Мы с вами Все изучим Ну по-любому Желтый играется Там Играется Точно Другое дело Как выход Сделать Ну от левого борта Надо Больше играть Да От левого борта И Левее Коричневого Нет Не так Играет Цель Достигнута Биток На ближней Половине Но где Именно Ну с этой Точки Удобно Играть В левый Угол Выходить На розовый Можно На правую Среднюю В принципе Черный Можно в ближайшем Будущем Открыть На этом Ракурсе Можно Убедиться В том Что И Шар Над Черным В правый Угол Играется Но До этого Лучше всего Сыграть Шар Который Левее Расположен Четвертый Слева Красный На общей Позиции Розовый Не увидел Я Но Допустил Он Ошибку При выходе Ну что Обращать Обращать Теперь Внимание На положение Синего Он Не так Далеко От Лузы И Это Ведь Единственный Шанс Вообще Чтобы Продолжить Атаку Но Единственный Шар Который Еще и Виден Через Дальний Борт Можно Выйти Но Нацкоки Попал Биток Желтый И Так Вроде Б Уже Зааплодировали Зрители Но Такие Скромными Оказались Аплодисменты Скромной Оказалась Это Похвала Потому Что Серия Похоже Все-таки Прервется Так Она Неуверенно Складывается Осталось Вроде Возможность Дальнего Удара Но Там Биток Шел В красный И Отыгрался Я Освободив При этом Черный Шар Я Я Дал 9 Видит Правый Шар Джад Ну Наконец Таки Дальний Удар Прошел Биток Хорошо Идет Выход Должен Быть Зеленый Желтый Даже Желтый В угол Да Даже Коричем И тут Годится Только С Рестом Он В нужный Момент Пришел На помощь Дальний Удар Очень Сейчас Нужна Серия Джадо Потому Что Можно Ситуацию Из-под Контроля Упустить А Приостановить Соперника Необходимо Трампу Выбран Зеленый Шар С Рестом Не так Легко Наносить Сильный Удар Но Здесь Не столько Сила Сколько Техника Сказалась И Сказалась Даже Избыточно Но Все-таки Верхний Шар Можно В угол Играть Разумения Показал Что Он Коснулся Желтого Или Что Ну Что Туда Желтого Речь Ишла Но Здесь Не Видно В этом Показе Не Видно Никакого Постороннего Касания Ну Далеко Жен Далеко Ки От Желтого Ну Здесь Слава Ничего Не Увидела А вот Джат Обратил Внимание Кас Вот Ему Может Показал Что Желтый Вдруг Пришел В движение Но Нет Все В порядке Никаких Нарушений Там Больше Сантиметра Расстояние От Желтого Было Ну Так Играть То Получается Можно Только Верхний Кратный Влевый Угол Резка Очень Сложная Не Лучший Удар В Правый Угол Здесь Хоть Виток Уходит Ну И Джат Вообще Такие Резки Обычно Выполняет Точно Очень Уверенно Сыграл Но Но Ну Зеленый Зеленый Но Только Сильным Ударом Ну Какие Тут Подозрения Слова Снова Нужен Выразительный Удар Джаду Ради Выхода Шары Неплохо Расположены Вот Которые Ну В частности Второй Слева Но Пониже Пониже Павел Биток Джат И Четвертый Слева Шар Есть Да Сложный Дебют Сложный Дебют И у Фрейма И в этом Подходе Вот Сейчас Уже Вроде Б Привычную Позицию Но Станет Честно Непривычный Черный Идет На отметку Желтого А Отметка Розового Свободна Но Это Чуть Получше Может быть Даже Нечуть Потому Что Черный Правый Средний Идет И влевый Угол Неплохо Неплохо Если Своя Отметка Занята То Шар Идет На Свободную Отметку Более Высокого Номинала Вот Поэтому При Двух Вариантах Отметка Розового И желтого Была Выбрана Первая Вот Такие Шары Так Уверенно Отчет Играет Обычно Это Синий Примерно Такой Сейчас Желтый Без Тени Сомнения Выполнен Удар Ну Сейчас Можно Черный Играть И уже Он пойдет На свою Обычную Отметку Ну вот Теперь Кажется Что Все Сложности Позади Все Цветные На своих Местах Или Рядышком С ними Розового Касается Красные В хорошей Зоне Красные Открытые И Отличная Возможность У Джада Превратить Этот подход В победный Как же Нужна Была Эта Серия Джаду Да 6-5 Было Существенным Обострением 7-4 Смотрится По-другому И До этого Результата Осталось Совсем Недалеко Два Красных Два Цветных Ну Или Три Красных А они Есть Серия Полусотины Стала Вот сейчас Ровно 50 очков Одну Сотню Сделал Джад В первом В первой Полусессии 122 очка Она К слову Стала 80 В сезоне Вполне Мы можем Рассчитывать На то Что Джад В рамках Этого Финала Подарит Нам Еще Один Сенчери Может Быть Даже Сейчас Раз 65 очков Это Серия 43 Разы Крыш Так что На сотню Хватает Запасом Но Положение Бортового Красного Пытался Улучшить Джад Но только Сделать Чуть Хуже А сейчас Еще Раз Можно Его Тронуть Если Ну Можно Можно Вывести На игру Нет Делает Просто Выход Джад Падает Шар Ну Что Ж Фрейм Закончен Давление Никакого Нет В Этой Партии Скрепощенный Джад Трамп Может Нам Сейчас Оформить Второй Сенчери В этом Финале И осталось Четыре Удара Розовый Шар На сотню Мог И я Сделать Сенчери Вот Он Закрывал Дневную Сессию Брейк У него Получился Хорошим Не хватило Только Черного Точного Удара По-черному Но Там Была Сложная Резка Вот Одна Соню Сто Одну Очку Первая Сотня Джада В сезоне И вот На следующей Деле Лига Чемпионов Там Будет Седьмая Группа И группа Победителей Который Будет Играть Джад Выгравший Один Из таких Этапов И вот Там Он Постарается Три Четыре Сотни Сделать Прервал Серию Из трех Выигранных Фреймов Джад Трамп Имеется ввиду Что Три партии Подряд Выиграл Бинтау Один Шесть Превратились В четыре Шесть Снова Перевес В три Партии Теперь Имеет Джад Трамп Семь Выиграл Еще Три Нужно Для того Чтобы Одержать Общую Победу Ну что Дальний Удар В прошлом Фрейме Работал Сейчас Он нужен Снова Точно Джад Биток Под черным Проведен Выход Есть Выход Есть Желтый Зеленый Подумать Сейчас Джад Прикинет Что Лучше Правый Шар Он Он же Верхний Хорош Для Выхода Для Продолжения Удачно Он Расположен Третий Снизу Неплохо Но Форсирует События Трамп И Может быть Это даже Ни к чему Было На первый Вгляд Даже Не видно Продолжения Но С Трампом Первый Вгляд Не всегда Все Может Оценить Иногда На очень Сложное Продолжение Идет Джад Но В данном Случай Действительно Ничего Нет Приходится Отыгрываться Отыгрываешься Янь Стандартно Отыгрыш По левой стороне Ничего Загадочного Но Ошибка Он Допустил Джад Может Выбирать Между Атакой В правой И в левый Угол Черный Может Быть Он Идет Справа Налево Тогда Атака В правый Угол Аккуратненько Джад Расчетливо Очень уверенно Теперь Б Кэнон Вот С красным Над черным Ну и пошла Серия А черный Освободить А теперь Он Не Идущий С таким Был Не На Свои Отметки Пока На Синий Открытый Красный Есть Довольно Много Розовый Такой При Случае Можно Его Сыграть В этом Ракурсе Нет Уверенности Но Не Проходит Пока В левый Угол Вот Сейчас Пока Пока Не Проходит Пока Левый Шар Сыграет Джад Но Потом Можно И Второй Слева В Общем Открытые Красные Ну Сейчас Верхные Сначала Можно Убрать Может быть Все-таки Действительно Стоит Один Красный Сыграть С Розовым Тогда Розовый Уйдет На Отметку Желтого И Синего Очень Удобно Будет Подбивать Эту Группу Все-таки Ничего Но Не Получалось Выйти На Розовый А Вот Сейчас Ну Да Было Было Бы Хорошо Синего Тихонько Попасть В Розовый Тихонько И Играть В Левый Угол Но Это Все Как Ж Точно Надо Проделать Не Тихонько Сыграл Джад Он Сыграл Своем Стиле А где Продолжение На Опять Вот Тонкие Резкие Второй Справа Красный Да Смотрел Он На Розовый Но Оказывается Выбирал Нужную точку И попал Очень правильно Попал В розовый Важный промежуточный удар Очень важный Попадает Попадает Синий Только бы не упал Нет Все нормально И синий же можно и сыграть С выходом на верхний шар Что дальше Там смотрит Джад Наверное Красный Левее Розового Там Насколько Мешает Розовый шар Вот Так Можно понять Поведение Трампа Но позиция Прекрасная Сейчас Надо будет Решить Несколько Локальных Задач Я не про Сегодняшний Финал Значит Ему В чемпионате Лиги Надо бы сотенок Побольше Наклепать Потом Надо побороться С Нилом Роберсоном За Бонус В европейской Серии Это будет решаться На турнире В Гибралтаре Ну и тоже Сотенок Не забывать Но самое главное Чтоб за всем этим Не растерять Форму Вот Та форма Которая сейчас У Джада Внушает Уверенность В том Что У него Будет Очень хорошее Выступление На чемпионате мира И уж Вот это Проклятие Крузов Его должно Миновать Но времени Много 48 дней Еще Хорошо Мимо коричневого Виток Прошел И Если не левый Точнее не второй Слева Красный Тогда может быть Шар правее Розового Для Джада Это именно 48 дней До начала Чемпионата Мира Потому что По традиции В первый день Чемпионата мира Играет Чемпион И Он же Единственным Будет Заканчивать Свой матч То есть Первая сессия И Третья Это 18 апреля До которого Остается Вот Я уже дважды Назвал Число 48 Дней Форму Очень важно Сохранить Турнира Одного Не будет Соревновательной Практики Не так Много Будет Перед Чемпионатом Мира Но На оставшихся Турнирах Рейтингов Мы должны Увидеть Джада Будет Много Спаррингов У Джада Есть С кем Спарринговать В этой Системе Где Менеджер Джанго Там Много Сильных Игроков И Игроков Разных Так что Спарринги Тренировки И Спарринги И Тренировки И Спарринги Это Ну Вот Этим Ударом Кажется Все таки Выигрывает Фрейм Джад У него Были В предыдущем Ударе Сомнения Играть Сложный Коричневый Или Синий Без Угла Сыграл Все таки Синий На Непростой Удар Следующий Обрек Себя Джад Вот Самое Наверное Последнее Препятствие Ну Не так Хорошо Получилось Тут Разве Что Нижний Шар Нижний А Второй Сверху Влево Среднюю Брасываем Попал Здесь И Теперь Фреймбол Предыдущий Подход Был В предыдущем Фрейме Сложное Начало Очень Сложное Там Несколько Ударов Повышенный Сложности Выполнил Трамп А Здесь Вот Именно В середине Фрейма Были Проблемы Фрейм Выигран Сотню Непросто Сделать Плохое Положение Занимает Правый Шар Но И Соседство Другого Красного С Черным Тоже Это Препятствие На пути К Сенчуре Шар 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 Все равно Поновится Поэтому Дабл Играет Джат А А в угол Финал Финал Ну а А пока Мы Освежим События Годичной Давности Уже Такой Мостик Мы Кидаем На Следующий Рейтинговый Турнир Который Пройдет Ближе К победе Джат Трамп Он Ответил На вызов Бинтао Бинтао Два Фрейма В предыдущей Полсессии Выиграл 4-6 Сократил Отставание Но Джат Все Взял Под контроль Выиграл Свои Два Фрейма И 8-4 Перевес Убедительный Сотню При этом Сделал Трамп Всего Уже 2 Трехзначных Серии В этом Финале И все За Авторством Джада Трампа Приведу Официальную Статистику По 12 Фреймам Результативность Одинаковая По 89 Процентов В Огрышах Одинаковый Показатель По 82 Процента В Дальних Ударах У Джада 50% У Бинтао 75 Ну а Остальные Показатели В пользу Джада У него Выше Серия 122 Очка У Бинтао 95 Ну и Очков Очков Значительно Больше Набрал Джад 719 Против 463 Ну почему При этом Счет Таков Мы Знаем Мы Помним Было Две Очень Грубых Ошибки Был Был Джад Ну Точнее Можно сказать Просто Очень Грубо Ошибался Янь Тут Хороший Ну вот Игрыш Вряд ли Биток Проходит Между Синим Розовым Там Вроде Выглядывают Красные Пока Джад Только Прикинул Но Играть Наверное Будет Все таки От борта Ну посмотрим Нет Он Именно Пригласил Достиславу Чтобы она Убедилась В том Что Удар Проходит Если Вдруг Заденет Посторонний Шар Будет Восстановлена Позиция Чтобы Знать Как Именно Восстанавливать Надежнее Мне кажется Играет От двух Бортов Здорово Как Ж Здорово Как Выбился Из этой Ситуации Джад И Всем Нам Понравилось И Яню Ментал В том Числе Аккуратненько Пока Отыгрываются Оба Проводка И с левой И с правой Стороны Есть Бортовых Шаров Нет В которые Можно Было Бы Попасть Компактно Расположились Красные Шары Но Это Все До Пора До Времени Так Внимательно Отыгрываются Чтобы Не Показать Не Допустить Такой Ситуации Когда Какой Нибудь Из Красных Шаров Подкатится К угловой Лузе Вот Опасный Шар Появляется Кажется Он Не Виден Или Нет Виден Синий Не Мешает Чет открыт В Тринадцатом Фрейме Выход Сделан Позиция Дивная Большое Скопление Красных Шаров Но Черный При этом Доступен И Главное Что Отметка Его Тоже Довольно Свободна Синий Розовый Играется Пока Только В Левую Среднюю Огромное Количество Ресурсов В распоряжении Трампа И Уверенность При нем Счет Комфортный Недостаточно точно вышел на синий шар Но угла хватает для того, чтобы через дальнюю половину стола выходить И Может Получиться так, что Выйдет Джад На красный Под розовым Похоже Он проходит в правый угол Нет Это другой выход Но Должно быть Что-то Должно быть Да Да Все отлично Все получилось Второй Слева Красный И Снова Выход на синий Ну и потихонечку Вот с каждым ударом Будет позиция упрощаться Теперь второй Справа Красный И Подбивать ничего не нужно Главное Биток не терять Чтобы не прислонился Неудачного К одному из шаров Сложных ударов в позиции Не должно быть Пока не удается к черному Подобраться Но через синий Благодаря хорошим выходам Действует Джад здорово А вот теперь он недоволен Своим выходом Пониже рассчитывал Поставить биток А так это есть Ну а так На Более сложные резки В левый угол Можно играть Левый шар Ну и есть И третий Снизу Красный Но там Кэноны Как все рассчитать Непонятно А ведь рассчитал Ну вот черный А может быть и проходит Он в левый угол Причем тихим ударом Всего этого достигнет Не просто там На ура Нет Ну надо же Но чуточку Не дорезал Кто совсем Как же досадно Допускать промах После того Как сложный момент Был пройден Ведь по сути Исходя из этой позиции Джаз сделал ошибку на фрейм Как распорядиться Своим шансом Янь Вот он Восьмой фрейм Да Заключительной Дневной сессии Провел Хорошую серию Она стала лучшей Для него В этом матче И там он тоже Неожиданно для себя Получил шанс Ведь мы помним Трамп сыграл розовый В правую среду Но при этом Биток уронил В желтую лузу И Он был на серии 27 очков И получив свой шанс Я им грамотно Распорядился Вот сейчас Нужно вспомнить Как было тогда И Сделать похожий Подход сейчас 14 15 Беру удар Уверенный Позиция Такова позиция Она Просто элементарная Сложный удар Здесь только Может быть По нижнему Красному Но Вот к этой Стадии фрейма Может подойти Янь При хорошем Перевесе И уже пройти Фреймбол 5 красных Между Черным И розовым Заключены И На них Максимум Можно 40 очков Набрать И как раз Фреймбол Будет пройден Перехватил Лидерство Янь Ну Ну Теперь Задача Закрепить Вот это Могло быть Лишним И Еще тут Вопрос Наверное Наверное Все таки Есть Атака В левый Угол Но Но Давайте Дождемся Скилдарда Через Шары Резко Есть Ошибся Ну Надо же Янь Такой Шанс Он Упустил И Теперь Теперь Джата Думаю Не Упустит Своего А Янь Плохо Вышел Играл Через Шар Янь Сплоховал Это Наверное Была Последняя Возможность Подержаться В этом Финале Может Быть Все таки Не справиться С Нижним Красным Джат Но Мне Помнится В предыдущем Фрейме Ну Так Уверен Был Сыгран Шар Стоящий У середины Черного Борта Нижним 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 Тепер Инжата должен перехватить лидерство в партии все решит нижний шар 16 и за что-то уже у джада из простой частью программу справился уверенно вот переход там бассейн и красный это ближе к борту чем красный угол есть попал видно это желтый низовое место выходить на него забыл линию желтый шар это фреймбол плюс 18 сейчас теперь плюс 25 а увидели желтый увидит ли желтый нет нет фреймбол фреймбола нет есть снукер который сам же себе и поставил трамп играть ну если бы так получилось было бы хорошо а вот если придется два борта играет там неизвестно что с шарами будет левый винт добавляет падает и хорошо падать не отдает желтый однако теперь я не может распорядиться хорошо шарами ну что ж борьба цветных для я не любой шар фреймбол для джада подняться да 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 и вот попытка поставить снукер нет тут видим краешек желтого а тут пожалуй не виден желтый по крайней мере кажется на общем плане на его не сыграть вот плохо идет желтый да отдает отдает фрейм отдает все на свете я не бинтау и счет станет 9 4 было уже приму желтый шутки не элементарный нет ну понятно реальный шар но такие знаете тут 10 процентов сомнений было уже нужен снукер я не он но забит и зеленый так что все таки 9 4 плюс 5 уже был такой перевес у джадо 61 был счет но сейчас всего один единственный фрейм осталось выиграть джадо для завоевания пятого титула в сезоне вот уж лидер так лидер лидер рейтинга действующий чемпион мира 5 турниров выиграна лидер по сотеным сериям по заработку в сезоне в общем тут найдите какой-нибудь компонент где джад трамп не лидер вот вам задача будет очень сложно сделать 9 4 серьезный перевес и одного фрейма не хватает до титула ни одного финала рейтингового турнира еще в этом сезоне джад трамп не проиграл 4 финала 4 победы у него был проигранный финал в этом сезоне но на не рейтингом хотя престижном турнире чемпион чемпионов и тот финал то он кажется тоже должен был выиграть это был титульный матч с нилом робертсона 9 8 уже был матч бол сыгран но как мы знаем в снукере после того как сыгран фреймбол матч бол партия не заканчивается и матч соответственно тоже вот конец предыдущего фрейма был такой тезис где джад трамп не является лидером на сейчас можно сказать несколько вот таких своих рейтингов до в официальном понятно джад 1 сезоном 1 на турнире серии корл он станет первым пока там нил робертсом впереди вот на европейских турнирах пока не первый джад три турнира позади и там лидирует нил робертс но они между собой должны устроить битву на турнире в гибралтаре дамы и я не трамп то готов продолжать матч осталось малость красиво завершить встречу этой победой многого достигает джад и ведь очень реально что он станет единоличным лидером выиграет и шестой турнир сезоне форма блестящая ведь он может ее поддержать вот мы говорили на следующей неделе будут сыграны седьмая группа в чемпионате лиги а потом группа победителей то есть ее растерять просто негде а как раз вот такие матчи тренировочные спарринги они способствуют поддержанию формы что не задали вопросу в челлендж туре успешно играет если хьюджилл мол зачем он играет он же стал победителем чемпионата мира и завевал путевку тур так вот затем и играет чтобы в боевой обстановке с хорошими сильными соперниками поддерживать форму в 14 фрейм начинает ян бинтао но как долго удастся ему оставаться в этом матче сказать сложно прогресс на лицо в четырех предыдущих матчах три фрейма только выиграл я не я про очные встречи с жадом ну вот начинают сразу с точного дальнего дара там ну а тут в одном матче четыре фрейма я не выиграл мог выиграть еще парочку все равно даже если вот сейчас 4 10 он проиграет отличная неделя конечно и отрезок сезона блестящий уже несколько турниров он даже подряд он в полуфинал и выходит вот сейчас финал и очень важно скрепиться в топ-16 как раз шестнадцатом станет совершенно точно 15 первой части сезона стал даже на какое-то время первым номером китайского snooker но даже вот сейчас вот он не по рейтингу не является давно точнее по рейтингу он не является первым номером китайского snooker но по игре он смотрится здорово смотрится лучше диной стабильнее дина сейчас и поэтому именно по выступлением сейчас я не бинтао кажется можно назвать лидером своей страны можно согласиться с этим но перри опережать бинтао всего на две с половиной тысячи но тут правда вот что надо учесть что до конца сезона у бинтао отнимут 20 тысяч а у пели сорок две с половиной это существенно очень так что если перри не выиграет турнир гибралтаре то и то уж на саму не удаться войти картер картер он встает на на 15 тысяч немало и у него тоже у него еще больше отнимут 40-70 тысяч так что бинтао фактически обеспечит себе перед чемпионатом мира место в топ-16 и тогда что интересно если оба выигрывают матч первого раунда то снова будет встреча трампа с бинтао во втором раунде до 13 побед посев строгие на чемпионате мира 1 16 понятно сразу попадает финальная часть а потом уже по турнирной сетки 1 16 2 15 и так далее по те строгие весны и исключение бывают что первый номер посева достается чемпиону мира он может быть не является лидером мирового а тут совпадает просто хороший геннон простой розовый уверенные розчерки четыре хороших красных и такой равносторонний треугольник еще есть из шести красных может через несколько ударов свистеть игра как будто укороченный вариант такой 6 красных но это уже будет при наборе очков под 50 а может быть от найдет возможности где-то с красного пошевелить нарушить эту красивую геометрию сейчас джат все внимательно изучал куда пойдет розовый как повлияет ли его расстановка постановка на дальнейшее построение серии было в чем упрекнуть засе славу последнее время но сегодня надо сказать она проводит мать четко пододвинуть придется еще и уже в правый угол шар кажется не будет играться но есть удар есть удар в левый угол на свою отметку не становится розовый шар но как можно ближе кажется что мне не на сего еще правее нужно отсюда непонятно позволяйте красный шар от еще правее все позволяйте нормально начать сохраняет надеюсь что все-таки играется в правый угол но тут сомнений нет трудно не позволяет провести такой удар но вот в правый угол в левый право от игрока черный режется но резко сложная хорошо вот что левшие не требуется раз там красный может помешать не ну несущественно мешают берегу так что он одним махом взять про им не удалось так что одним махом время взял на будет ли другой мах зависит от подхода я не только один хороший шар в этой позиции но может даже с него сейчас будет подбой может и сейчас нет пока выход просто но с такого красного группу не потревожит тогда выход на черный но обязательно с подбой пониже надо было но есть ниже все-таки хватает угла чтобы подвигать его левый красное через него движение другим передаться и что же есть надеется что правый шар в левую среднюю может быть нет нет правый шар в желтую лузуну это очень сложный удар так что придется видимо я не отыграться тоже немного очков набрал и обидно что ничего не получилось у бентау подбой хорошего это он провел вот продолжение к сожалению хороший подбой плане того как разбежались красные шары но дальний удар он когда надо дальнего дару джада подключаются уже зрители в восторге пребывают продолжение правда нет активного ну поставлен снуки и как тут выходить ну по правой стороне два борта к нижнему красному как-то но ну чуть не точно и может быть атака а играть два борта по касательной от правого красного можно тоже левый красный опасен а на г все время но это сложно сейчас на правую среднюю выходит шар всех угроз не уйти еще и желтый лузу шар есть безопасно да тут выход на черный и даже если промахнется джад почему он должен вдруг промахнуться так уверенно сыграл в правую среднюю и похоже выход на финишную прямую его среднюю шар есть эйт но и джед трамп в нынешнем сезоне вот на разных этапах демонстрирует свое превосходство в начале сезона выигрывал турниры идет здесь наверное шар в левый угол на роста кто это похоже концовка да так вот на разных этапах сезона выигрывал титул и джад первой частью он в китае добивался успеха он начал свой сезон и ведь он выиграл чемпионат мира первый же турнир проводил в китае выиграл его тоже редкое событие чтобы игрок после такой паузы и сразу же брал турнир а вот и мать был выигран матч выигран матч 10-4 пятый титул в сезоне и пятый игрок в истории мирового снукера который добивается таких достижений в рамках одного сезона последним был роннио салливан первым стивен хендри между ними дин и сэлби и вот теперь трамп но по возрасту раньше трампа сделал это только один по возрасту остальные нет хендри то тоже хендри тоже сделал до тридцатилетия к сожалению сезон не помню когда это произошло ну хендри все основные достижения уложили в декаду все титулы все семь титулов чемпиона мира в одну декаду уложились а величина филе ну трехзначная не станет там по мосту 37 очков начал подход 36 а правильно 37 по 36 был красный дальний и и снукер полузойтная серия есть да это уже все неважно важно что джад трамп который был фаворитом этого турнира подтвердил свое лидерство и в сезонном рейтинге мировом честное слово я вот в репортажах отмечал хочу еще раз отметить то что заметны по этому турниру новые черты джада и во всяком случае можно говорить о том что у него появилась стойкость стойкость характера он хорошие матчи проводил и были спады преодолевал их в общем крепчает и без того сильный игрок становится еще сильнее мы остаемся в прямом эфире у нас еще будет вручение не знаю будут ли какие тут слова ну вот почему нет время есть мелькнула женщина с бусами из жемчуга я уверен натурального она часто бывает на чемпионатах мира с другой такой тоже элегантной очень дамой много зрителей они получили большое удовольствие турниру дался на славу было много отличных матчей потом у нас оказалось сотеных серий больше чем матчей это бывает очень редко если бывает вовсе начинаем как всегда с финалиста я не бинтау хорошие призовые чудесные недели для китайского молодого человека ему всего 20 лет а уже хорошие вершины покоряются и этот путь еще будет богат продолжителен без печи все-таки обошлись а нет нет будут переводить через переводчик прекрасной недели я не вы знаете очень хорошо что вот так а то некоторые китайские игроки плохо говорят по-английски заставляют их мучиться и вот эта идея с переводчиком очень хорошая артем сейчас пытается понять что по китайски говорит я перед тем как прибыть сюда в салтпорт я даже не подозревал что мне достичь такого достижения у меня нет никаких сожалению по поводу этого турнира я достиг финала я могу вспомнить свои достижения по ходу этого сезона рига полуфинал юкея победа в риге полуфинал юкея и еще другие турниры мне удались но джад давай подойди пожалуйста сюда поздравляю тебя потрясающее потрясающее выступление потрясающая неделя каждый матч насколько ты доволен я теперь в компании великих пятый турнир новая арена новое место проведения этого соревнования но публика по-прежнему хорошо поддерживает прекрасно себя ведет и большая благодарность зрителям давай конкретно про этот вечер поговорим был сложный момент для тебя было давление да вот вечером все началось не так хорошо он очень хорош для своих лет я молодец я вспоминаю себя в его годы мне даже близко не давались такие результаты такие выступления и так а теперь у тебя пятый титул за сезон я очень горд этим достижением столько турниров я выигрываю за последние два сезона большое количество каждый турнир я делаю максимум даю максимум и просто смотрю то что получается и вот этот результат он у меня полностью удовлетворяет но ведь это шестнадцатый титул в карьере джадо трампом вплотную приближается к марку селби в списке самых титуловных игроков в истории мирового снукера 125 тысяч фунтов это главный приз столько же рейтинговых очков еще один титул в карьере джадо трампа блестящий отрезок в карьере полностью доминирует джадо благодарим и яня бентао но и конечно восхищаемся трампом итак закончен у нас еще один турнир турнир очень хороший он контрастом как-то выглядел после после шутаута ну а недельку без снукера отдохнем впрочем будет чемпионат лиги при желании можно его будет смотреть по евроспорт лейеру и через неделю через неделю будет у нас гибралтар ну что ж с вами были павел минин артем романов ну а я с вами расстаюсь до чемпионата мира надеюсь встречаемся 18 апреля на главном событии субтитры